Установка деревянной двери в парилку. На самом начальном этапе строительства бани я изначально выбрал дверь и дал каменщикам ее размеры и каменщики уже дверной проем делали по размерам моей двери с сантиметровым запасом. В моем случае это дверь отечественного производителя фирмы Тесли. Дверь вошла в проем идеально. Фиксирую дверную коробку вот здесь вот на углах, по углам и внизу точно так же. Если фиксировать вот здесь вот в середине, то дверное полотно деформируется и дверь не закроется. После того как жестко расплинили коробку, обязательно структере стороны закрываем полотно и проверяем примыкание полотна к резинке. Никаких щелей ни вверху, ни внизу быть не должно. Если появились щели, у вас коробка пропеллером, выравнивайте. Следующий этап. Креплю коробку на вот такие дюбеля. Два с этой стороны и два с этой стороны. Если здесь можно снять петли и спрятать вот эту головку за петлей, то с этой стороны спрятать не получится. Просто придется декорировать. И еще один нюанс. Смотрите, у меня пустотелый кирпич. Дюбель должен заходить вот сюда, между кирпичом. И точно так же внизу. Если эта петля пополучается у меня зайти, то с этой петлей не получилось. Петля получилась на кирпиче. Поэтому принято было решение не снимать дверь, а просто вот так вбить дюбеля, закрепить коробку и декорировать. Для самореза сделал потай и вот такие мебельные чопики в виде декора туда подбиваются. Так, ребята, следующий этап это запениваем по периметру. Вставляем вот сюда между дверью и коробкой клинья, чтобы сохранить вот этот зазор на всякий случай. Вот так вот. Перед тем, как запенивать, обязательно все части смачиваются водой. И вот так запениваем всю по периметру дверь. Для крепления дверных ручек в комплекте шли вот такие пластмассовые декор. Снаружи стороны я его поставил, со стороны парилки никакой пластмассы быть не должно. Поэтому я утапливаю саморезы, делаю потай и забиваю, декорирую вот такими деревянными чопиками. Если с наружной стороны у меня коробка запенена, то со стороны парилки никакой пены перегретой быть не должно. Поэтому я тщательно законопащу вот такой джутовой лентой по периметру всю коробку. Кстати, окошко своей парилки я устанавливал точно по такому принципу. Снаружи задувал его пеной, а изнутри все проконопащивал. Обратите внимание, очень важный момент. Вот этот стексатор двери, он должен быть выбран в местоположение очень точно. Таким образом, чтобы дверь при закрытии плотно уплотнительной резинкой прижималась к полотну и не было никаких щелей. Вот это я называю дверь закрылась на поцелуйчик. Посмотрите, уплотнительная резиночка по всей плоскости плотненько прилегла к полотну. Ну, классно все получилось. Супер!